Крещение Господне празднуется православной церковью 19 января по новому стилю. По традиции сотни горожан совершили омовение в купеле на пруду в микрорайоне имени Ногина и приняли участие в водосвятном молебне в храме Николы Белого. Праздник Крещения Господня – один из самых древних праздников в христианской церкви. Ровно в полночь с 18 на 19 января на пруду в микрорайоне имени Ногина благочинный церквей Серпуховского округа Игорь Чебан отслужил водосвятный молебен. В память того, что Спаситель своим крещением осветил воду. Шествие для освещения природных водоемов называется крестным ходом на Иордан. Вой, Иордан, и крещающихся тебе, Господи, троеческое имя всем поклонение, Родители, у нас свидетельство же тебе, Господь, любви, от тебя, сына и безднуя. Крещение означает, что как тело омывается, очищается водой, так и душа человека, кающегося и уверовавшего в Спасителя, будет очищена от всех грехов Христом. По традиции в освященную воду пришли окунуться и жители Серпухова. Я купаюсь в шестой год, и с каждым годом мне становится все легче и легче. Очень приятно провести такое купание в такой праздник. Ну, духовно, что вы ощущаете? Очищение что? Ну, сейчас я чувствую себя свободнее, так сказать. Отмолил свои грехи. С какой целью окунались? Что хотели? Очиститься. Очистились? Ну, не знаю, пока. А как вы считаете, это хорошо, что вообще эта традиция жива? Это замечательно. Да, конечно, хорошо. Надо поддерживать ее постоянно. Я вот первый раз, всегда терпал первый. И еще молодой человек с нами был тот первый раз. И я тот первый раз. Ну, как бы... Вообще нормально. Всех с праздником. И вас тоже с праздником. По самым скромным подсчетам, только в первые часы крещенской ночи исполнить обряд очищения души и тела пришло порядка 500 человек. Те, кто не решился окунуться в купели, тоже получили частицу благодати. Священнослужители святой водой окропили всех. Для проведения мероприятия администрация города провела большую работу. Безопасность граждан обеспечили спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы «Юпитер», отряд противопожарной службы номер 29, сотрудники полиции МУ МВД России Серпуховская. После обряда омовения православные спешили в отдельной палатке для мужчин и женщин. Переодеться и согреться ароматным чаем. Это уровень организации, как бы, отметила? Очень. На высшем уровне. То есть, вот полтора года назад я также здесь принимала участие. Да, я поила, скажем так, сама я не рискнула окунуться. Вот. Но очень, так же, как и полтора года назад. Вот. Сейчас еще круче и лавочки, и вообще все, и настилы, тепло, хорошо, езди переодеться. Все цивильно. И там вот я подошла к купеле, посмотрела, вообще все отлично просто. Все отличные ступеньки, лапничек, все здорово. Сейчас еще людей напоим чаем. Я думаю, все останутся довольны. Праздник Богоявления проводится освящением воды во всех храмах. Самая ранняя божественная литургия прошла в Кафедральном соборе Николы Белого. По ее окончании состоялось великое освящение воды. Начавшись ночью, раздача освященной воды продолжилась днем 19 января.